Действительно нет расстояния, когда есть возможность дистанционно общаться. Леночка наша Елена Увидина, ведь она учит иногда одна, она одна со студентами, но иногда они вместе с Еленой Владимировной обучались. Елена Увидина, вы здесь с нами, мы уже вас как-то от себя не отделяли. Я не знаю, нравится вам это или нет, но мы вас ощущаем. Здесь, рядом с нами, в нашей аудитории. Вот на самом деле это еще один нюанс возможностей вот таких интерактивных программ. Елена Владимировна сказала о том, что я должна сказать вам о том, что планируется, действительно планируется вот этот курс, который Елена Владимировна будет вести и дистанционно. Но пока понятно, что дистанционно, потому что оно у нас пока в Америке находится. Сейчас это странно мне кажется, но оно действительно там. Поэтому дистанционно она будет вести этот курс, и это реально уже здесь происходит. То есть реально с людьми занимаются, она с ними занимается. Я хотела сейчас уточнить, Елена Владимировна, вы меня слышите? Да, я слышу вас очень, кажется. Елена Владимировна, спасибо. Я хотела еще задать один вопрос по поводу завтрашнего дня. Потому что сегодня мы действительно, наверное, такой водной, да, вот водную ленцию, которая настроила нас на понимание чего-то, о чем мы пока еще, ну, конечно, не знаем детально. Итак, вот как будет построен завтрашний день? Давайте мы сейчас сразу же обсудим. Ирина Борисовна, в нашей аудитории сейчас присутствует Татьяна Широкова. Она не успела сказать пары слов, она использует эту программу в Общеобразовательной школе Петербурга. У нее есть интереснейшее видео. Татьяна, вы бы хотели сегодня или, может быть, завтра показать ваше видео и поделиться? Потому что сегодня есть Ольга Киселева, которая не смогла с нами связаться по причинам техническим. Мы ее не слышим. Но завтра у нас будет непосредственная возможность встретиться с этими студентами. Вы просто сидите с нашими подопытными кроликами. Завтра будут вот эти студенты, которые месяц, один только месяц, раз в неделю, по полтора часа, вот здесь занимаются. Вы сами наделите воочию, вот что, какой представитель. Да, мы решили, что мы не будем... Это не дети маленькие. Это студенты, которые занимаются, что мы должны быть на грузках. Представляете себе? Вот представьте себе. Причем студент совершенно другого факультета. Да, мы не будем устраивать вам академического концерта. Мы просто хотим рядом, чтобы... Они хотят очень, Елена Владимировна, дети наши хотят, студенты, они так готовились. Хорошо. Ну, пожалуйста, я думаю, что какой-то болит, и концерт мы ради них устроим, потому что они готовились. Хорошо. Я просто хотелось бы, чтобы студенты поделили тем, как они научились общаться программой. Показали вам, как ее открывают, как играют правой, левой рукой, двумя, как они выучивают наизусть. Чтобы вы просто увидели кухню, как это все происходит. Это будет завтра. То есть работа с программой мы перенесем на завтра, да, я понимаю так? Да, да. Завтра будет практическое занятие только. А сегодня, может быть, Татьяна Жукова... Юлина, Юлина. А Татьяна Юрьевна сегодня покажет нам в записи, да, какие-то программы? Да, и поделит на то, как они будут программы в школе. В общем образовательной школе. Понятно. Добрый день, уважаемые коллеги. Заводим меня по цену Юлина Широкова. Я хотела бы вам тоже рассказать, как я встретилась с этой программой. Я работаю в общем образовательной школе уже 30-й год. Это очень долго. И в 2006 году передо мной стал вопрос о том, что у меня отдали на конкурс «Пыль мастерства». Я должна была поразить публику и комиссию своими достижениями, что же я умею, что я умею делать. И вот тогда я тоже обратилась к интернету с тем, что я хотела бы, чтобы мне было необычное найти, оригинальное. Для того, чтобы на самом деле, чтобы в конкурсе поразить людей. Компьютер у меня на то время в классе стоял в тренете. С ребятами синтезатора у меня был. Я сама рисовала карточки, закладки из-за клавиатуры. Вот сейчас у нас, например, Владимир, у нас будет такая уже профессиональная закладка. У меня нарисовано было сломастерами, силами детей. Каждая нотка, как называлась, мы приклеивали ближе, причем на кемпланы, чтобы тоже ставили. Там на пипитре, вот не на пипитре, а на постарте пианино, там приклеивали различные символики. Потому что я тоже к этому дошла, но при этом, как и с другой стороны, не знающие, какое это программное слово. Когда я прочитала, что есть такая программа, что переворачивается, но представлю, что там есть именно интерактив, что у каждой нотки, я тоже снимаю что-то, наверное, это то, что мне нужно будет для работы. Я построила урок с тем расчетом, что скачала в интернете все эти программы и установила по сетке на, по-моему, там было 20 компьютеров, компьютерный класс был в студеноком гимназии, где я выступала. Я установила все эти программы, сделала виртуальную клавиатуру, потому что синтезаторы не было у меня, ладно, переносила свой в школу. И то есть мы точно так же построили урок с этим расчетом, что я его буду показывать. Затем в интернете, когда я задала вопрос по поводу софт-моцерд, в софт-моцерд Петербурге, выяснила, что ни у кого нет, и наткнулась на сообщение о том, что в Герцена, вот я познакомилась с Ирина Борисовна, как я тогда в тот момент, что в Герцена будут семена по поводу софт-моцерд, будут представители выступать, я приехала. Это был 2006 год. И вот с того момента, я, наверное, самую старую, старейшую, старейшую, кто пользуется программой софт-моцерд, я ее по себе приобрела и стала заниматься по этой программе со своими учениками. И я вот сейчас вам покажу, каким образом я использую на своих уроках. Это совсем небольшая привычка своей генератором, что мы делаем, возможности лучше образовательной школе, с расчетом того, что у нас фактор один учителя, а я имеру положу. По своему образованию, учитель, софт-моцерд, музыкальный сиренатур или теоретик, для меня, я просто, для вас, я нашла, и мы, в общем, разговаривали на школе, занимаемся, занимаемся музыкальным сиренатуром. Вот я сейчас вам покажу фрагмент урока, то есть я специально записываю, вот маленький активный сиренатур, интерактивный сиренатур. Вот это, я с угольным, вот мои четыреха, разгласно, очень запрещено. Вот наши ребята, которые поют сарфеджио. Это самый первый уровень, ребятки. Затем, ну, несколько музыкальных сиренатур. Затем вот еще одно произведение, которое мы все исполняем. Затем, ну, несколько музыкальных сиренатур. Затем, ну, несколько музыкальных сиренатур. Я объясняла, что там правый, полевый, они играют во время урока. Конечно, инструмент у меня один во время урока, но тем не менее. Еще почему я обратила внимание сейчас, что это насколько актуально в школе. Там сейчас вы, наверное, тоже знаете, что физиарные стандарты нового поколения, которые у нас все родители. Знаете, что школа образования меняется. И то, что пальцы в физиарном стандарте. Учител, трютор, наставник. То есть, вот именно, как раз таки, вот это тоже очень здорово. Ну, как-то все получается, что я могу показать, что дети сами пробуют, сами играют. Эти длительности, которые тоже они и двигают, эти длительности. Там есть такие технологии, которые вот показывают наши дюйсеры. Элементы я всех мостов в своих уроках использую. Так, и послужила вот в 2006 году, да, я, по-моему, еще этот же класс, а еще четвертый. И еще один класс, который я показываю четвертый класс. То есть не только второй класс. Я считаю, что если бы в каждой школе, допустим, были такие классы, как вот рассказывала Мадина в Казахстане, допустим, чтобы у каждой был свой инструмент, чтобы они играли. И вот, как я и на то, что говорила, что дети, которые наиболее талантливы, естественно, они хотят поедать и дальше учиться. Вот, во всяком случае, ко мне все время приходят на экспериментах, говорят, а покажутся, как это, а включи там вот этот, а вот эту песню. Очень нравятся шефы в пещере горного короля. Ко мне приходит малыш заниматься, которым эти годы он с таким будущим линием смотрит, как нотки догоняют друга, когда слышат резкий москоп. Вот. Вот так будут зря. Ну вот и несутся, то есть, когда все, когда он за ним следит, и он ее блаженную нутку загоняет. В этом отношении с Дом. Еще у меня был опыт, тоже работает ДЦП. У меня была такая девочка Ксюша Краснова. Она началась в специальной школе, в центре города. У нее был ДЦП, она занималась тоже дома. Руки колярой насквозь, просто вот такие. Татьяна Петровна, по которым я тоже скажу, что было лично. Руки вот такие. То есть она играла одной рукой. Она не могла сопоставить и результаты после обмененных занятий. То есть у нее, у нее была левая рука на левшам была, а правая не такая рука. То есть она заиграла двумя руками. Ну, занятия наши прекратились, потому что, как вы понимаете, что нужно перениматься, да. Ну, дети чисто физически не могут именно такие дети, потому что у нее были три подготовки операции, потому что она специальная была. И как бы наши занятия прекратились. Но опыт и результатом я могу сказать что-то брать. Татьяна Петровна Дмитриева, которая вот так перед вами сидит, еще одна женщина, которая занимается по софт Моцарт в нашем городе. Это моя коллега. Она сейчас сама себе расскажет. Мы с ней познакомились тоже благодаря тому, что через интернет нашли мою фамилию, мои координаты на сайте софт Моцарт. И она обратилась ко мне с тем врачом, что вот расскажите как. Она тоже приобрела программу и использует, но она сама расскажет. Татьяна Петровна, пожалуйста, вы тоже расскажите. Я могу рассказать. Ну что, я вообще-то закончила Ленинградскую консерваторию давно уже. Мне уже лет-то хватит. Много, наверное, сказать, да. В начале своего пути, в общем-то, уже почти 50 лет стажа. Я работаю сейчас в музыкальной школе и работала уже, в общем. 49 лет, скажем так. Вот. И в начале своего пути пока еще училась, я уже работала в детском саду. У меня вот был такой диплом. В общем, я заканчивала специально. Я заканчивала интернат музыкальный там, где я приобрела специальность в детском саду руководителя музыкальный. Да, я там два годика поначалу работала. То есть, вот, у меня был этот опыт с детьми в детском саду. И когда я, в общем-то, вот, меня пригласили, значит, в детский центр раскрутить вот эту программу, вот мы узнали, да, что вот есть такая программа. И у нас есть на Васильевском такой детский центр раннего развития. Там детки буквально вот от нуля. От нуля. Вот родились, приходят мамы. Тут сиськи, тут все, все, все. Тут же кормят, тут же все эти проблемы наши детские, да. Вот. И мамы сразу приходят с детьми. Ну, короче говоря, скажем так, ну, два годика, имела опыт с двух лет начинать заниматься. У меня так, я комбинирую, я это внедряю в эту программу чуть позже. Но у меня всяких наработок много, да, дополнительных, чтобы перевести на детский язык. Вот. И как вот это все. Сейчас же очень много разных сборников есть. И находок много очень. И Ростов Дон там. Вот мы смотрим эти ноты. И видно, как вот объяснить этому ребенку, которому не знаешь на каком языке. То есть, вот музыка нас объединяет. Ну, во всяком случае, у меня сейчас вот уже выпустились детки уже в музыкальную школу пришли от меня. Вот. И заинтересованы. Я должна сказать, что очень всем нравится. Играют также и одной ручкой. Ну, я должна сказать, где-то с трех лет уже можно. Каждой рукой они играют. Я очень щепетильно отношусь к постановке руки, потому что для меня это, в общем-то, больно. И если так как-то. Да. Поэтому стараюсь давать всякие упражнения, кроме вот наших специфических этих всех ганон, там и октавы. И играем эти две октавы. Вот. Но стараюсь как-то вот нагружать их в самом начальном этапе, чтобы дать какие-то основы постановки руки. Ну, я потому что делаю работу с маленькими именно. Хочется, чтобы все было хорошо, когда взрослый сядет там уже исправлять чудо, наверное. Вот. Так что тоже имею такой опыт. Мне очень нравится. И деткам нравится. Ну, и вот уже идут музыкальные школы. У меня вот двое уже поступили. Многие, вот, ну, в общем, еще ходят даже параллельно уже в школе и ко мне приходят. Вот. Так что вот такой опыт у нас есть. Так что спасибо большое за программу. Замечательно. Все наглядно, все грамотно очень. И все можно объяснить, в общем. И родители очень заинтересованы работой. Спасибо. Спасибо большое.